Привет, это Вадим. Сегодня мы с вами разберём сайт онлайн-школы Skillbox, посмотрим, как она свёрстана, какая там графика, попробуем всё это оптимизировать в новом классном инструменте, который называется Squush, и когда оптимизируем, вставим это всё с помощью элемента Picture. Поехали. Откуда вообще взялся этот Skillbox? Его прислал в комментариях Дмитрий Руденко. Говорит, вроде бы там неплохая школа, но что-то вот главная страница тормозит. Я зашёл, и правда тормозит. Несмотря на то, что я работаю в HTML-академии, в похожей онлайн-школе, я здесь не мочу конкурентов. Это не нужно ни мне, ни академии. Я действительно преподаю, действительно работаю, но, знаете, я собираюсь и главную академию разобрать. Так же безжалостно. Так что просто дождитесь, когда я до этого доберусь. Всё. Все дисклеймеры сказаны, давайте к делу. На главной Skillbox мы видим обычный лендинг. То есть вся информация о том, чем занимает этот онлайн-университет, собрана в одном месте. Картинки, статьи, какие-то подборки, какие-то рекомендации, интервью с людьми. В общем, много-много всего такого. Довольно-таки большой лендинг. Ну как большой? Достаточно большой. Бывает, конечно, и больше. Бывает, что вся информация на одной странице. Но это не тот случай. Ну и что мы видим? При наведении всё красиво наводится. Тут красивые буквицы, как вы видите. Картинки довольно-таки красиво анимируются, ведут себя. Ну то есть, в принципе, довольно-таки неплохо с точки зрения дизайна. То есть мне, в принципе, нравится то, что я вижу. И ребята на самом деле молодцы. Но тут, конечно же, есть с этим беда именно в том, как это реализовано технически. Сайт довольно-таки тяжёлый. Чтобы это проверить, откроем его в сервисе гугловском PageSpeed Insight и посмотрим, какие у него результаты. Открываем, смотрим. Он хрустит данными. Чего-то там делает, смотрит, замедляет, тестирует, ресайзит, ну всё, что умеет делать PageSpeed Insights. И сейчас даст нам результат. Мы с вами видим, что у сайта всего 23 по общему счётчику его адекватности. Ну то есть, это на мобильном. Естественно, на мобильном должен быть приоритет, потому что мы пользуемся вебом на мобильном в самом деле больше, чем на десктопе. Всё больше и больше. Статистика говорит об этом. На десктопе 60. Ну, в общем-то, тоже так себе. Это в жёлтой зоне. Можно лучше, нужно лучше. Возвращаемся и открываем, как обычный инспектор. Открыли и перезаграем страницу с отключенным кэшем. Побежали мегабайты. Мегабайтов сегодня много. Ну, знаете, бывало и больше. 10 мегабайтов передано по сети. То есть, весь сайт, вся главная страница — это 10 мегабайтов. Из этого, если мы внимательно посмотрим, картинки, специально уже заранее выделенный этот фильтр, занимает 8,5 мегабайтов. То есть, процентов 80 на сайте — это картинки из его веса. Это довольно-таки много. Ну, и давайте посмотрим на разметку. Сходим в дом дерева и посмотрим, что у нас здесь есть. Ну, так смотреть неудобно. Я, прежде чем ковыряться руками, запускаю несколько очень простых вещей в консоли, которые позволяют найти какие-то важные элементы. Давайте поищем на странице важные вещи, которые проще иногда найти вот подобным образом. Document QuerySelectorAll. И здесь пишем обычный CSS-селектор, который поможет нам найти нужные элементы. Я использую WebKit Any, ну или Matches, или Is. Сейчас в Chrome работает его вариация с префиксом WebKit Any. Поэтому пишем WebKit Any. И здесь в скобках давайте поищем наши ориентиры, например. Header, nav, main, footer. И посчитаем его длину. Раз. На странице у нас ровно 0 полезных ориентиров. Давайте поищем что-нибудь еще. Например, поищем заголовки. h1, h2, h3, h4, h5, h6. Во. На странице у нас 11 заголовков. Это очень-то неплохо даже. И спасибо ребятам за то, что добавили такую важную часть. Еще можно проверить, сколько на странице, например, картинок, у которых нет атрибута alt. Давайте найдем их. Это у нас будет... Можно даже без WebKit Any, потому что мы ищем всего одну штуку. Это у нас будет img, not, выборка по атрибуту alt. И какая у него длина? На странице есть 17 картинок, то есть тегов img контентных, у которых нет атрибутов alt. Это довольно-таки дофига, ребята. То есть картинок на странице, конечно же, очень много. Большинство из них фоновые, но вот у 17 контентных картинок нет альта. Это очень-очень плохо. Еще на сайтах очень часто встречаются пустые ссылки, в которых совершенно непонятно, куда они ведут. Давайте их тоже поищем. Идем, ищем ссылки, которые empty. И на странице есть 20 ссылок, которые абсолютно пустые. Давайте получим наш массив, развернем его, и, допустим, сходим на какую-нибудь из этих ссылок и посмотрим. Вот у нас есть ссылка, карт article link, которая ведет на страницу с каким-то там статьей или еще с чем-нибудь, но содержимого у нее никакого нет, поэтому она довольно-таки бессмысленна. По ней непонятно, куда она ведет. Поэтому, если мы сходим, допустим, в панель доступности, это просто ссылка, а куда она ведет, скринридер прочитает Tziki Demingo. И дай бог, если поэтому Tziki Demingo будет понятно, куда она ведет. Ну и, пожалуй, самое интересное в разметке этого сайта, это заголовок H1. Давайте мы его найдем. Да, он есть на странице, он всего один, но есть нюанс. Давайте на него посмотрим, найдем. H1, нашли. Вот у нас в ноутлист какой-то. Сходим на разметку, на него посмотрим, и видим, подпишитесь на рассылку skill box. Давайте посмотрим, где это. Scroll into view. И вот. Вот прямо здесь маленькая-маленькая надпись. В самом-самом... Ну ладно, не в самом низу, но довольно-таки низко на странице. Это у нас заголовок H1. Мне кажется, здесь потоптался сеошник. Ну, в общем, разметка как разметка. В принципе, ничего прям криминального, наверное, нет. Есть заголовки, ссылки с ссылками, картинки иногда даже картинками. И, в общем-то, ну, вставить ориентиры, немножечко убрать пустые ссылки, вставить какой-то контент туда или атрибуты, и, в общем-то, будет нормально. Правильно там завернуть как-нибудь. Но главная проблема этого сайта, на самом деле, это картинки. Поэтому давайте мы с вами вернемся к графике и попробуем немножко пооптимизировать ее. Вернемся в панель Network. Сделаем выборку по всем ресурсам. И еще раз посмотрим. У нас сайт весит там 10 с чем-то мегабайт, из которых, выбираем по картинкам, 8,5 мегабайтов это картинки. Если хорошенько посмотреть на все эти картинки, отсортировать по размеру, то получается, что больше всего весят картинки, которые фотографии. Но есть нюанс. Эти фотографии в ПНГ. Я хочу, чтобы вы поняли. Фотографии в ПНГ чаще всего это как есть суп вилкой. То есть это возможно. Так люди делают, наверное. Но это просто неправильно. Так нельзя делать. Формат ПНГ и тип фотографии в принципе несовместимы. Они для разного были сделаны. Ну то есть вы действительно можете сохранить фотографическое изображение с плавными переходами, с кучей точек, с кучей деталей. То есть вот типичная фотография в формате ПНГ и вы либо сильно потеряете цвет, если вы будете сохранять с ограниченной цветовой палитрой, то есть ПНГ 8, восьмибитный, либо вы очень сильно увеличите вес этой картинки, потому что ПНГ 24 сразу имеет миллионы цветов. То есть и туда, и сюда фотография плохо встает. Поэтому если единственное, что вы сегодня запомните и узнаете, фотографии в ПНГ не хранятся. Есть, конечно, исключения. Маленькая фотография, очень мало цветов, можно ее сделать более плоской по цветам и как-то оптимизировать ПНГ. В общем, есть куча исключений, или, допустим, полупрозрачность какая-нибудь, нужно добавить к фотографии полупрозрачность. Но есть разные решения, и на них мы сегодня с вами тоже посмотрим. Какие здесь есть еще прекрасные картинки? Ну вот эта вот картинка, очень хорошая фотография. Это самая тяжелая фотка на сайте, насколько я понимаю. Она там, по-моему, почти мегабайт весит. Но есть еще... Какие еще? Вот это практически все ПНГ, и это ПНГ. Ну потому что... Почему бы нет? Но сегодня мы с вами посмотрим на две вот эти фотографии. На эту и на эту. Это типичная фотография. Ну, у нее обычный ровный фон. Тут человеческое лицо, портрет. Ну, в общем, типичная абсолютно фотография. JPEG по ней плачет. А эта фотография непростая. Обратите внимание, как она ездит по полосатому фону. Понятно, что у нее, скорее всего, полупрозрачный фон. И это делает все чуть-чуть сложнее и интереснее. А еще мы с вами разберем баннер на самом верху. Вот эту картинку. Она симпатичная. Она тоже сохранена в ПНГ. Это даже не самый плохой выбор для этой картинки. Но есть нюансы. Можно сделать лучше. И мы с вами копнем туда же. Я сохранил себе эти картинки на рабочий стол. И тут мы видим. Эта фотография действительно с полупрозрачностью. Это ПНГ-24. И он очень-очень большой. То есть он занимает 672 килобайта. Это дофига. Но даже вот эта фотография без полупрозрачности занимает 795 килобайтов. Ну, то есть почти 800. Обычная фотка. Ну, 100 килобайт. Ну, 60 килобайт от силы. Очень странно. Ну, и размеры у них непростые. Там 740 на 1000, 780 на 880. Они сразу для ретины. Вставлены сразу в одном нужном размере. И это как бы, ну, делает все еще хуже. Потому что браузеры и компьютеры, у которых не ретиновые экраны, до сих пор их довольно-таки много, получают двойной растр, хотя им одинарного было более чем достаточно. Но вы уже все знаете, что я очень люблю графику. И в прошлых выпусках показывал, как я ее оптимизирую. Программы типа ImageOptim, ImageAlpha, всякие такие консольные утилиты и так далее, и так далее. Но тут случилось невероятное. Собственно, поэтому я решил сделать этот выпуск. Вышел сайт Squush, который умеет оптимизировать все ваши картинки растровые прямо в браузере. То есть вы можете закинуть вообще любую картинку, он даже векторные картинки съедает, и вебплей, и пнг, и jpg, и вообще практически все, что угодно. И он прямо в браузере, не ходя на сервер, никуда, прямо в вашем браузере, не завешивая интерфейс в фоновом воркере на веб-ассембле. Но если вы знаете, что это такое, вы поразились, если не знаете, просто поверьте, что это очень круто. Так вот, все, это прямо в браузере произойдет, и все классно оптимизируется. И он настолько классный, что я, пожалуй, теперь буду всегда в нем оптимизировать картинки. Ну, ладно, давайте посмотрим, что за чудесная штука. Открываем Squush App, и видим вот такой классный интерфейс. стаканчик или, не знаю, почему это напоминает мне стаканчик. Наверное, скорее всего, это картинка, которую сжимают безжалостно, с цветными ногтями. И тут есть разные примеры, которые можно взять и разобрать разного типа картинки. SVG, скриншот, плоская картинка, фотография. Вы можете поиграть с этим сами. Но мы с вами будем разбирать реальные картинки с этого сайта и их оптимизировать. Сначала возьмем обычную фотографию. С ней проще всего. Кидаем ее сюда и видим следующее. У нас есть удобный интерфейс, в котором мы можем уменьшать, увеличивать и сравнивать качество. Можно подтаскать и понять слева оригинал, справа еще что-то такое. Довольно-таки удобно. Ну и эта картинка просится стать JPEG-ом. Мы с вами видим, что по умолчанию Squush предложил нам MOS JPEG. Это такой алгоритм оптимизации JPEG, который прямо сейчас в браузере сработал. Мы даже не успели заметить этого. А он уже говорит, что эту картинку можно сделать на 92% меньше. 92%. То есть фотография весила 800 килобайт, а весит 60 килобайт. Тут есть результат. И это только JPEG. Если пойти и попробовать сделать это в P, это будет 45 килобайт. То есть еще меньше. А можно поиграть еще с какими-то, не знаю, с размерами. Можно с сжатием поиграть. То есть картинка может стать на 92% или на 94% легче. Причем раньше часто говорили, ну это контент-менеджеру, нужно идти, скачивать какой-то софт, оптимизировать картинки. Или нам при сборке нужно очень серьезные и крутые мощности крутить на серверах, чтобы все это оптимизировать. А теперь есть сайт. Вы открываете его в Хроме, в Файрфоксе. Он прекрасно работает в разных браузерах. Вы открываете сайт, кидаете картинку, и выбираете, не знаю, JPEG какой-нибудь. Нажимаете ОК, сохранить, и сохраняете картинку. Проще некуда. Покажите вашим контент-менеджерам, дизайнерам, всем покажите. Оболнительнейший продукт. Ну ладно, с этой фоткой просто. У нас есть фоточка посложнее. Давайте посмотрим на нее. Берем вот эту картинку. Кидаем ее и смотрим, что получается. Он нам сразу же оптимизировал ее в WebP и говорит, она на 94% меньше. Ну да, WebP это здорово. WebP поддерживает прозрачность. И на самом деле, если сильно увеличить, то можно заметить, что, видите, здесь сжатие начинается. Оно такое, такого видео характера сжатия. Если вам не нравится сжатие, вы можете сжатие убрать, допустим, лозли сделать, и тогда это все будет весить ну 440 килобайт. Ну да, дофига, но зато идеально точка в точку и круче, чем PNG. Но для фоток это глупо на самом деле. Поэтому нужно все-таки сделать с потерями, ну может быть там не 75, а 80. Ну, в общем, качество вы можете настроить сами. И на самом деле, если сильно не увеличивать, то разницы-то и не видно на самом деле особенно. То есть, если вы отдаете WebP, вы можете сэкономить на такой картинке с полупрозрачностью до 93%. Это очень круто. Но есть беда. Формат WebP поддерживают пока не все браузеры. Дело в том, что Chrome, один из самых популярных браузеров в мире, да что там, самый популярный браузер, у него рынок там 70%, 80%, я не знаю, какой у него сейчас рынок. Ну, дофига на самом деле. И вы тоже видите это в своей статистике. То есть, если вы не отдаете в Chrome тот формат, который он очень круто поддерживает и который очень сильно позволяет сжимать графику, вы делаете что-то очень неправильно. Поэтому обязательно отправляйте это. Но есть и другие браузеры. Например, в Firefox, браузер, которым я пользуюсь сейчас, в WebP пока не поддерживается. Точнее, уже поддерживается в Nightly версии, которой я пользуюсь. А в стабильный выйдет, ну, в районе там, не знаю, ближе к зиме, короче. Ну, ближайшую версию две примерно. То есть, сначала в бету, потом в стабильную. А потом еще в других браузерах в WebP появится. То есть, ну, на самом деле, формат шагает. Но пока этого нет, мы с вами должны оптимизировать и под другие форматы, потому что, если формат не поддерживается, картинка не загрузится, точнее, не отрендерится. Ну, в общем-то, все будет довольно-таки плохо. Мы с вами попробуем удивительную вещь здесь. Мы попробуем взять и оптимизировать эту картинку в PNG, как она была. Но в PNG 8-битной. Берем, выбираем OptiPNG и получаем, что картинка у нас крутится, крутится, крутится. И сейчас мы узнаем, что, ну, ее можно оптимизировать на 3%, чем та, что была загружена на сайт. 3% тоже хорошо, но можно уменьшить ее палитру. Reduce palette и 256 цветов мы получаем на 72% меньше, всего 185 кБ. И давайте посмотрим, как пострадало качество. Смотрим. И на самом деле более чем нормально. Ну, то есть, я разницы слабо вижу. Ну, то есть, в районе горла розовый цвет сменяется на какой-то более желтоватый, но если откинуться, то, в принципе, неплохо. Ну, то есть, цвета немножко страдают, но, в принципе, можно пойти дальше, можно, не знаю, цветов поменьше сделать, то есть, не знаю, там 20 цветов или там 2 цвета. Ну, вы понимаете, да? Можно дожать все до абсолютного максимума. Ну, подождите, мы же сейчас сделали из нашего PNG24 с полупрозрачностью формат PNG8, где всего 256 цветов и нет альфа-канала. Как же получится? У нас будет бахрома какая-то, и нам нужно на волнах качать этого человека, когда наводится курсор. То есть, мы все сломали? Нет, на самом деле формат PNG8 поддерживает альфа-канал. Просто Photoshop не умеет экспортировать его с альфа-каналом, поэтому об этом забыли. Если переключить фон внизу и увеличить нашу картинку очень сильно и посмотреть на контур, мы видим, что здесь прекрасная полупрозрачность у нашего PNG8, как и у PNG24. То есть, Squish умеет зашивать полупрозрачность в PNG8 в отличие от Photoshop. То есть, вы можете получить мало цветов, не миллионы, как это делает PNG24, а всего 256, 128, 64, вплоть до 2. И альфа-прозрачность. И в итоге сэкономить очень много на ваших картинках. Ну ладно, с фотками понятно. Делаем JPEG. Если у нас еще хороший браузер, вставляем в PNG. Но было бы классно вставлять и JPEG, и в PNG одновременно. Но как это сделать? На самом деле есть давным-давно тег, которым все почему-то очень мало пользуются. Точнее, элемент. Элемент Picture. И его вложены элементы Source. И как они вместе все работают, это просто магия на самом деле. Мы на примере другой картинки посмотрим, как вставлять ретину в PNG и еще и менять картинки при разных разрешениях. Дело в том, что на этом сайте есть одна большая проблема, связанная с адаптивностью его. Давайте посмотрим. Давайте вернемся на сайт и посмотрим на наш баннер, который здесь. В исходном коде. Inspect. И мы видим, что здесь у нас есть картинка и вторая картинка. А вторая картинка Display None, еще и с импотентом на всякий случай. И из-за того, что класс XS срабатывает только на мобильных, картинка подгружается только на мобильных, но нет. Так получается, что браузеры игнорируют Display None и подгружают все ресурсы, которые вставлены на страницу. Ну вот так получилось. Они считают, что такая оптимизация правильная. Поэтому, если вы вставите две картинки, одну нормальную, а другую Display None, браузер загрузит обе картинки. Поэтому, чтобы вы там не переключали в стилях для десктопной мобильной версии, все равно, браузер загрузит обе картинки. И на десктопе обе картинки, что в принципе, ну ладно, выжили. И на мобильном обе картинки, и десктопную, и мобильную. Это совсем плохо. То есть, в нашем случае эта картинка весит 250 килобайтов, а эта картинка весит 253. И если открыть на мобильном сайт Skillbox, то загрузится картинка 250 килобайтов, и десктопная картинка 253. То есть, получается, что на мобильном в браузер придет 504 килобайта, вместо 250. Это очень плохо, и мы с вами обязательно должны с этим что-нибудь сделать. Давайте кинем картинки в Squash и посмотрим, что мы можем сделать. Берем одну картинку, перетаскиваем ее, и получаем ее в нашем оптимизаторе. Оригинальная картинка весит 251 килобайт, это мобильная картинка, и допустим, мы сразу же оптимизируя ее просто в PNG получили экономию 68%, то есть PNG 8, а не PNG 24 с миллионами цветов, а PNG 8, 256, экономит очень много всего. Это довольно-таки круто, то есть экономия уже есть, но можно пойти дальше. На самом деле можно взять и попробовать сжать это в виде WebP. Выбираем WebP, ну и поскольку мы не хотим, чтобы это был какой-нибудь там JPEG пережатый, мы хотим из-за того, что здесь мало цветов и все такое, сделать красивую четкую нормальную картинку, мы ставим галочку Lossless и получаем 69 килобайтов. Обратите внимание, что мы получили 69 килобайтов не просто потому, что включили Lossless, а еще потому, что у нас палитра уменьшилась. WebP умеет уменьшать палитру. Если мы возьмем 256 цветов или даже 128, то картинка может стать еще меньше, то есть 66 килобайт. Если мы посмотрим на разницу, то ее видно довольно-таки слабо, практически не видно, то есть можно довести картинку там до 64 килобайтов, ну то есть что-то типа того. То есть можно пойти дальше, еще дальше, 74% оптимизации, это довольно-таки много. А еще можно отресазить картинку, можно поставить галочку здесь и вместо 1280 написать 640 и получить 36 килобайтов. То есть мы можем сделать одну маленькую картинку, одну большую картинку, одну в ПНГ, одну в ВП и этот набор из четырех картинок как-нибудь вставить на страницу, чтобы ей было удобно пользоваться. Я сейчас с вами не буду проходить через все этапы создания этих картинок, вы уже видели основные параметры, то есть ВП, ПНГ, палитра, размеры. Я уже сохранил эти картинки и мы с вами посмотрим, как можно их вставить удобно. Давайте посмотрим на картинки. В папке обложка лежат эти картинки и мы видим, что у нас есть набор квадратной фотографии из четырех вариантов, то есть однократный ПНГ, двукратный ПНГ, версии ВП, широкая картинка, широкая картинка двукратная и версии ВП. Ну, то есть файлики отдельно сохраненные из редактора Squush очень-очень быстро все это я это сделал, буквально пара-тройка минут, вы знаете, куда тыкать. К сожалению, нельзя сохранять пресеты, но может быть в будущих версиях это появится. И все эти картинки нужно вставить на страницу. Давайте мы откроем код ПНГ и попробуем там это все с вами написать. Открываем. Смотрите, здесь у нас вставлена однократная картинка, ей добавлен alt, девушка пьет кофе, ну, можно получше описать, но хотя бы так, это тоже хорошо. И что мы сможем с вами сделать уже прямо сейчас? Мы с вами можем подключить картинку для ретины, например. Мы берем и пишем src set, атрибут прямо в AMG, picture пока не нужен, и вставляем двукратную картинку и показываем, что она двухкратная. И вот так. Все, теперь на ретиновых экранах у нас подключится картинка весом 70 килобайт, а на неретиновых 30 килобайт. Не забывайте про атрибут source set. Я очень часто вижу, что люди вставляют элемент picture, начинают source и всякие крутить. Если вам нужно просто вставить ретиновую картинку контентную AMG, просто добавляйте атрибут source set, указывайте двукратную картинку с штучкой 2x и все. Некоторые еще думают, что вот это вот add2x с собачкой это как будто бы какая-то магия. Нет, это просто способ назвать файл. То, что срабатывает, это просто вот это вот 2x в конце. Именно то, как браузер понимает, что это двойное а можно ведь тройное, четверное и так далее. Но пока мы говорим про обычную двукратную ретину. Теперь давайте вставим картинку в формате vp, чтобы если браузер поддерживает, он загрузил картинку еще легче. Нужно обернуть AMG в tag picture и вставить элемент source. У элемента source есть атрибут source set, в котором мы с вами укажем нашу картинку в формате webp и укажем дескриптор 1x, поскольку мы подключаем картинку в формате webp для неретиновых компьютеров. А дальше мы с вами возьмем, скопируем это и вставим для ретиновых экранов 2x и тут тоже в картинку укажем 2x. Но пока это не сработает, нужно указать еще дополнительный атрибут type image webp поскольку мы сейчас с вами в хроме, сейчас должна была подключиться картинка именно в формате webp. давайте проверим давайте сходим в инспектор выделили картинку идем в консоль чистим ее и теперь пишем 0 это значит текущая картинка а потом пишем свойство current src и мы видим что сейчас у нас подключилась картинка однократная с webp то есть как элемент picture работает внутри элемента picture лежит тег img и когда ситуация подходит для того чтобы менять source этой картинки этой img с помощью элементов source которые наверху когда один из них срабатывает у img меняется собственно адрес картинки которая туда вставлена и можно проверить current src у img и проверить какой у нее текущий адрес картинки и вы поймете что именно сейчас в этом браузере подключается довольно таки удобно дальше мы с вами вставим другую картинку это ведь сейчас была только мобильная версия у нас есть еще десктопная сначала вставим png скопируем блок свопи сделаем пнг уберем тип и напишем здесь media min width 600 пикселей и не забудем и не забудем конечно же сделать не square а wide wide чтобы подгрузилась другая картинка смотрите другая картинка что случилось смотрите раз два раз два то есть 600 пикселей это такой breakpoint на котором срабатывает переключение другой картинки что важно здесь пока breakpoint не сработал браузер даже не пытается загрузить эту картинку в отличие от ситуации с display none понимаете то есть вы если загрузили что-то на мобильном у вас media которое вы прописали в source одном из не сработало десктопная допустим и десктопная картинка не загружается а если вы открыли на десктопе то мобильная не сработает сразу подгрузится десктопная то есть очень-очень удобно ну теперь нужно сделать то же самое для webp и все становится чуть-чуть сложнее но на самом деле если вы поняли принцип предыдущий дальше будет совсем легко копируем вставляем меняем webp webp то же самое срабатывает но нужно еще добавить кое-что что мы делали в предыдущем да тип в итоге у нас здесь получается несколько условий мы здесь говорим если картинка однократная двукратная при размере окна 600 пикселей и в формате image.wp ты браузер поддерживаешь подключи одну из этих двух картинок если формат webp не поддерживается мы берем и подключаем при ширине 600 пикселей png однократный или двукратный если оба эти условия по 600 пикселям не сработали мы подключаем webp если он поддерживается если webp не поддерживается вообще ничего не сработало мы подключаем то что было в img опять же однократный двукратный в зависимости от размеров экрана понимаем выглядит диковато вот это вот сочетание медиа ретины еще и типа картинки вот эта вот конструкция ну совсем сложная на самом деле когда я первый раз увидел тег picture его во всей мощи я немножко обалдел и сам но у меня была задача написать точнее помочь написать статью на девопера и эта статья до сих пор жива поэтому там мы сделали очень классные примеры которые сочетают все подходы и последний сниппет ну вот самый-самый большой он конечно монструозный но вам не нужно копировать самый вот большой пример кода начинайте потихонечку source set вообще без элемента picture просто вставьте двойную картинку дальше оптимизировали webp хорошо завернули в tag picture вставили еще один блочок добавили тип webp окей сделали варианты и для webp для retina окей добавили source set то есть можно наращивать потихоньку 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 и главное если вам надоело делать вот такие оптимизации руками обведитесь каким-нибудь скриптом который автоматически конвертирует это все то есть webp работает в командной строке именно вот эта утилита которая его генерирует все эти most jpeg и все вот это вот все что я сегодня показывал это прекрасно автоматизируется поэтому если в вашу админку загрузили картинку которая не знаю там png квадриллион на 100 миллионов вы берете и говорите вашим админам так нельзя нам нужно прогнать эту графику которую загрузил контент менеджер через вот это вот это вот это и на выходе нам нужно получить вот этот формат вот этот формат вот этот формат вот этот для retina webp там png еще что-то такое это все прекрасно автоматизируется если вам есть до этого дело ну вот такой сайт скиллбокса получился некоторые вещи сделаны хорошо некоторые принципиально ужасно плохо и вообще так делать нельзя и вот какой-то странный баланс вроде бы старались но получилось не очень я понимаю что все это завязано на контент менеджмент я понимаю что некоторые вещи это погоня там с мелочами но в целом подход можно можно сделать лучше особенно если у вас онлайн школа который в частности учит фронтенду а у вас такой лендинг ну так себе получается напомню моя задача здесь не показывать пальцем и говорить ой какая ерунда фу какая гадость как так можно нет моя задача здесь говорить ребятам сделайте лучше можно лучше я нашел оптимизируйте будет здорово быстро и хорошо так что не обижайтесь и присылайте новые сайты но это все на сегодня присылайте ваши вопросы сайты на разбор всякие идеи на happypearls.by.net на следующей неделе я отвечу на ваши вопросы разберем какой-нибудь сайт или просто покодим а сейчас не стесняйтесь лайки дизлайки не пропустите следующий выпуск подписывайтесь и увидимся на следующей неделе пока не пропустите